Сотрудники администрации Калининского района столицы вместе с полицией стучались вчера вечером в квартиры жителей микрорайона Новый Город. Так проходил рейд по выявлению случаев неформальной занятости. Новый микрорайон, новые квартиры. Естественно, в них надо делать ремонт. Вот только вопрос, с чьей помощью? Можно заключить договор с фирмой, оказывающей такие услуги? Но чаще всего новоселы обращаются к так называемым частникам. Они работают неофициально и, разумеется, не платят налогов. Выявить их довольно сложно, ведь в случае чего можно представиться родственником или другом. По сути, это нарушение закона. Но вы ведь доказать такие факты трудно. Пока не отработан законодательный механизм. На этот раз проверили около 20 квартир. В 15 не открыли двери, в 3-х квартирах не показали договоры. И только в 2-х ремонт делали по контракту. Вы тут, получается, собственник перенесел? Нет, я с рабочим. Вы по долгу работаете? Да. А долг есть у вас работа? Есть акт приемки. А? Есть акт приемки. Докварь на руках у заказчика. Мы по договору работаем. Это далеко не первый рейд, который провели сотрудники администрации района. Такие рейды у нас проводятся еженедельно. В третьем квартале, на сегодняшний день, у нас это уже девятый рейд по факту проведения ремонтных работ в квартирах. Проверили за этот период. Более 500 квартир выявили 44 факта, где проводились ремонтные работы. Вывести серые сделки на чистую воду не так-то просто, но этим надо заниматься. Жильцы-новоселы должны понимать, что без договора трудно будет доказать, что ремонт сделан некачественно. Рискуют и сами рабочие. Если вдруг собственник квартиры откажется платить за уже проведенные работы, жаловаться тоже будет некому.